Пустынный, полностью разрушенный город. На уцелевших улицах по-прежнему появляются новые дымящиеся трещины. Горячий воздух наполнен запахом гари. Так выглядит Центрелия, преданный забвению и стёрт из дорожных карт город в США. История этого небольшого городка началась 175 лет назад, когда некий Джонатан Фауст открыл в этом месте таверну под названием Буллс Хэт. Поначалу это был крохотный городок, всего несколько улочек. Но уже в 1854 году ситуация города изменилась после строительства железной дороги, которая поспособствовала развитию города за счёт бурной добычи угля. Более ста лет Центрелия развивалась и процветала благодаря добыче чёрного золота. Никто и предположить не мог, что уголь, который принёс богатство городу, станет причиной его уничтожения. В конце 19 века в городе обосновалась группа ирландских иммигрантов, которые прославились своей жестокой борьбой за месторождение угля в Пенсильвании. Ирландцы занимались не только добычей угля, но и мародёрством, грабежами, похищениями и даже убийствами. Оказалось, что залежи угля под городом не только огромные, но и очень ценные. Центрелия была построена прямо на залежах антрацита, одного из лучших сортов угля, который очень медленно горит. Именно это, как ни странно, и привело город к разрушению. В мае 1962 года в одной из заброшенных шахт, которая превратилась в незаконную свалку, начался пожар. За несколько дней до праздника Дня памяти местные власти наняли добровольцев для её очистки. Как это делалось и раньше, мусор просто подожгли, а когда он почти сгорел, потушили. Однако нижние слои мусора продолжали тлеть, и огонь перекинулся на залежи угля. А пожар, который должен был быть легко потушен, продолжается и до сих пор. Оказывается, что угольные жилы связаны между собой, и поэтому огонь распространился на огромные площади. Правительство долгое время скрывало произошедшее, но всё больше людей начинали жаловаться на ухудшение самочувствия. В больнице выяснялось, что они получали отравление угарным газом. Однажды прямо под маленьким мальчиком образовалась огромная дыра, уходящая глубоко под землю. Ребёнок мог погибнуть, но брат успел схватить его за руку. Этот случай привлёк внимание городу. Когда в 1982 году улицы города стали похожи на горячие источники, глубокие трещины извергали клубы дыма, местные власти приняли решение об эвакуации всех жителей и закрытии города. Большинство жителей согласились покинуть свои дома, но есть и те, кто решил остаться. Многие дома были снесены или разрушены временем, улицы заросли деревьями и кустарниками. До 2013 года в Сент-Рейлии жило всего 7 человек. На их ограждённых домах висели таблички об отказе давать интервью. Это был город с самым маленьким числом жителей во всей Пенсильвании. Но в 2013 году органы государственной власти решились на выселение последних жителей, а все их земли перешли к государству. Множество раз власти пытались устранить пожар, используя различные методы, но огонь не отступает. Подсчитано, что залежи антрацита могут гореть от 250 до 300 лет. Сент-Рейлия, которую стёрли с дорожных карт и у которой отобрали почтовый индекс, так же, как и история города и его внешний вид, сделали его прототипом самых зловещих мест во многих фильмах ужасов. Самый известный из них – это Сайленд Хилл. На сегодняшний день Сент-Рейлия как магнит притягивает туристов, ищущих острых ощущений. Туда нелегко попасть, все дороги перекрыты и везде стоят таблички с предупреждениями об опасности. Земля в городе неустойчивая и в любой момент может образоваться огромная дыра. Некоторые смельчаки, приезжающие в Сент-Рейлию, берут с собой термометры, чтобы проверить, насколько горячая там Земля. Устройство на этом снимке показывает 148,6 градусов по Фаренгейту или почти 65 градусов Цельсия. А этот некогда процветающий городок с жизнерадостными жителями ещё раз служит примером разрушительного и пагубного отношения человека ко всему, к чему он притрагивается. Друзья, а вы знаете о подобных местах? Обязательно пишите в комментариях. Также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Спасибо. Спасибо.